МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Сегодня у нас вновь внеплановый выход. Пока еще внеплановый. И подвигли нас на это два события, с которыми, несмотря на все технические сложности, мы хотели бы познакомить севастопольцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто еще надеется пристегнуть нас навечно к Украине, что у них ничего не получится, что мы русская земля, флот русский, и что рано или поздно мы вернемся в Россию? Как депутат Верховного Совета Крымской СССР, член депутатской группы республика, мы заверяем вас, что на сессии ближайшие, неочередной, которую мы требуем, мы сделаем все, чтобы добиться закрепления в определенном указе постановлений независимости республика Крым. Все, товарищи, очень советую вам, прошу вас, требую, наконец, действовать дружно вместе с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вспомните, все мы ровно почти год назад, 20 января 1991 года, выразили свою единую волю. Более 80% крымчан от общего количества избирателей проголосовало за республику Крым республиканско-союзного подчинения. Но в референдуме, в листке референдума не было сказано, какой республике подчиняться. И наши недальновидные политики решили за нас, что это должна быть Украина. Хотя звучали требования отменить акт 1954 года. Вернуть исконно российские земли в Россию. Это не было сделано. Господин Кравчук быстренько уговорил парламент. И они мгновенно поддержали это. Пан Кравчук, я с вами согласен. Они не думали о том, что это трагедия для всей страны, для всей России. Сейчас это оборачивается расколом среди нас, всех единых жителей Крыма. Идет к трагедии флота. Трагедия флота – это трагедия каждого жителя. Пора перестать думать, что армия объедает нас. Что армия – это нахлебник и захребетник. Армия и военно-морской флот – это прежде всего наша честь, доблесть и наша защита. Помните об этом? В Севастополе… Спасибо. Что создавалось веками, можно уничтожить за один день. Но это трагедия для каждого из вас. Каждый из вас, независимо от вашей национальности, русский он, украинец, татарин, еврей, армянин, любая национальность рискует остаться без работы. Десятки тысяч безработов – это десятки миллионов рублей ежемесячно на выплату пособий по безработице. Это трагедия для города. Так вот, в этом же референдуме 20 января 1991 года звучал такой вопрос. Вы за Севастополь – город союзно-республиканского подчинения, как главную базу Черногорского флота. Это право у нас отобрали. Наш горысполком обратился только лишь в Киев, чтобы сделать город киевского подчинения. Киевского республиканского подчинения и совсем забыл, что мы голосовали все-таки за Россию, за то, чтобы мы подчинялись России. Каждый из нас так думал. Киевского республиканского подчинения Фондю любит тебя! Субтитры создавал DimaTorzok